Приветствую вас, острые братья. Слава Господу, что имею возможность с вами открыть новый сезон поклонения Богу. Почему новый сезон? Потому что в связи с последними событиями в мире у нас было такое затишье, так скажем, для общих собраний. И верующие, в России-то точно, они перешли в такое подкурье в колочках. И встречались только где-то в Zoom-конференциях, или в Viber, или еще в каких-то мессенджерах. Ну, кому-то удавалось, может быть, посетить друг друга, но в целом, в целом, период был такой, скажем, пустынный. И сейчас начался новый сезон, слава Богу, новый сезон встреч. И мой сезон начался с вами. Первая церковь, которую я посетил после вот этого периода. Потому что у нас в Москве я тоже являюсь членом небольшой церкви. Там примерно столько же человек, сколько у вас. Вот. И мы тоже не собирались, вот, и общались через вот, через интернет. Вот. Поэтому никуда я не ездил. В основном период тоже были закрыты мои командировки, вот, и служебные такие, учебные. Вот. Поэтому вы стали первым городом и первой церковью, которую я посетил. Вот. И хотел бы наше с вами знакомство начать с такого стиха, который написан во втором послании к Коринфянам. Вторая глава. Четырнадцатый стих. Апостол Павел говорит следующее. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. И благоухание и опознание о себе распространяет нами во всяком месте. И вы знаете, вот слово, которое здесь используется, используется торжествовать во Христе, связано с каким-то переживанием таким радости, ну, как свадьба, свадьба, допустим, день рождения, не знаю, какой-то пир, какое-то, скажем, мероприятие, которое вызывает у человека, бурю восторга и эмоций таких положительных. И самое главное, что Павел говорит, что всегда дает нам торжествовать во Христе. Вот несмотря на все обстоятельства, пустынные, тяжелые, стесненные, Бог дает нам возможность всегда торжествовать во Христе Иисусе. Аминь. Это очень важно, очень ценно. И торжествующий человек, он включает и другого, встречного, близкого своего, включает в это торжество. То есть, грубо говоря, вы попадаете в поле деятельности этого человека и чувствуете такое, знаете, наполнение, что человек действительно, он фонтанирует радостью, фонтанирует духом, из него извивается вот такой позитив, извивается такая радость, извивается любовь. И мы хотим тоже разделить это, мы хотим тоже вместе с ним торжествовать. И мы вот как бы благоухаем. Бывает, зайдешь куда-нибудь в общественный транспорт или куда-нибудь в общественное место, и раз ты понимаешь, там была, допустим, женщина, а после нее остался запах ее духов, такой шлейф остается, да. А бывает, зайдешь и там, ну, такой не очень приятный шлейф, да. Ты понимаешь, что вот там кто-то, ну, кому было вчера вечером весело, а сегодня, может быть, не тоскливо. Вот. И этот тоскливый человек вот оставляет после себя такой шлейф, да, не очень приятный. Но мы, как христиане, мы распространяем благоухание, познание о Христе с собой. То есть, вот мы как бы распространяем познание о Боге через то, что мы сами его знаем. Люди вот как бы, они после общения с нами имеют такое приятное послевкусие. То есть, остается такой приятный след. Мы оставляем в жизни встречного такой хороший, доброкачественный след Христа. Знаете, есть такое выражение, Христос оставил след в моей жизни. Вот. Стоит в такие картинки. И вот как он это сделал? Через какого-то человека. Он же не сам пришел, мы только ожидаем его. Но тот человек, который наполнен Богом, тот человек, который находится во Христе, приходя куда-то, оставляет этот след в жизни. Те того, с кем он встречается, этого общества, компании, в общем, где бы он ни находился, есть такая потрясающая возможность вот распространить познание о Боге собой. Поэтому будем мы и далее продолжать торжествовать во Христе. Будем не унывать, несмотря на то, что есть различные трудности, какие-то, может, тяжелые такие обременительные обстоятельства, но Бог выше этого. Бог выше, Бог грандиознее и Бог верен в своих обетованиях. Поэтому мы с вами не унываем. Вот. Хотя бывают, конечно, и тяжелые какие-то моменты, но торжество, пусть оно будет таким основным стилем и образом вашей жизни. Аминь. Аминь. Проповедь, которая сегодня у нас с вами будет звучать, называется «Простые люди в глазах великого Бога». Ну, простой человек – это, в принципе, такой обыкновенный среднестатистический обыватель. То есть, знаете, каковых много и каковыми мы являемся. То есть, человек простой, из себя ничего, так скажем, с виду не представляющий, но именно таких людей Бог любит больше всего. Именно таких людей Бог ближе к себе, как бы приближает их ближе. И как Иисус говорит, не бойтесь, малое стадо. Бог, Отец благоволит дать вам царство. То есть, вас немного, и вы как-то вот кажетесь такими беззащитными, кажетесь перед этим миром, перед этими социально-политическими, экономическими обстоятельствами, какими-то, скажем, немножко, может, неподготовленными и где-то ущербными. Вот. Но Бог, Бог простым людям наиболее близок и открыт. Есть такая история о том, как туристы, про которых немножко рассказал Максим, вот, ну вот из этой же области тоже туризма, вот пришли в деревню и спрашивают у пожилого жителя деревни, скажи, пожалуйста, дедушка, кто из великих людей родился в вашей деревне, да, чем она прославилась? На это они получили следующий ответ, что великие люди не рождаются, великими люди становятся. Вот. Поэтому, не важно, кем ты родился и где ты родился, а важно, кем ты стал во Христе. Вот это гораздо более важнее. И единицы людей сегодня в христианстве, которые могут сказать о том, что они имеют последовательный планомерный рост, духовный рост, помимо своего рождения во Христе, у них еще есть такое развитие. Он развивается, этот человек, вот, собирает внутри себя, культивирует добродетели христианские, и, как я уже сказал, благоухание, познание о Боге распространяет собой. К сожалению, гигантов духовных немного. И духовных гигантов не заметишь ни через Инстаграм, ни через Фейсбук, их вообще не видно через социальные сети, их можно увидеть только через призму Христа. Но, как правило, больше таких лилипутов духовных, понимаете? Людей, которые такие маленькие, маленькие духовно, и, по сути, как бы, ну, застрявшие где-то на начальном этапе своего развития. И маленькие лилипуты, они как-то очень враждебно относятся к духовным гигантам. Почему? Ну, это ввиду определенной зависти, какой-то обиды, огорчения. Вот, и с такими людьми, конечно, сложно, сложно иметь дело, и сложно быть самим собой таким. То есть, лилипуту сложно жить духовно, понимаете? Вот, хочется расти, а ты не можешь, но тебя сдерживают какие-то определенные внутренние твои грехи, сдерживают какие-то внутренние твои понятия, убеждения, отношения какие-то греховные. Это все тебя, как крючки, держит, мешает тебе двигаться. И вот ты таким маленьким лилипутом бегаешь, вот, казалось бы, что-то делаешь, суетишься, вот, но никакого эффекта в своей жизни не видишь. Подражать таким лилипутам сложно. То есть, вот, мы хотим быть примером в семье, мы хотим быть примером на работе, хотим быть примером в церкви, в отношениях с кем-то. Мы же христиане, и мы хотим быть людьми влияния, хотим влиять. Лилипуту сложно влиять, вот, у него на это, как бы, меньше сил, чем у человека, который будет, ну, так скажем, иметь более серьезную критическую массу духовную. Как правило, людей можно взвесить, и в большинстве своем они окажутся легкими. Вот так говорит Библия. Взвесят тебя, и ты будешь легким. Сыны человеческие суета, сыны человеческие ложь, и если всех их взвесить вместе, они будут легче пустоты. Такие есть слова в Библии. Окажется, человек пустым, действительно. Так вот, чтобы не быть пустым, нужно стремиться к полноценному возрастанию, чтобы из простого человека стать человеком великим. Вот это, наверное, основное предназначение для каждого, абсолютно для каждого, рожбенного свыше во Христе. То есть Бог избирает людей обыкновенных, как написано в послании Коринфянам. В первом давайте с вами откроем, каких людей выбирает Бог. Прочитаем с вами первое послание Коринфянам. Говорит как раз таки, те качества описывает тех людей, которых выбирает Бог. Посмотрите, братья, говорит апостол Павел в первой главе, в 26 стихе. Посмотрите, братья, ну и сестры посмотрите, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал каких людей? Избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Незнатное мира, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Не хвалилась пред Богом. С какой целью это сделал Бог? Для того, чтобы посрамить гордыню. Вот, может быть, ты и не занимаешь высокого поста или статуса какого-то в жизни, но гордыня твоя, она просто так и прет. И можно быть обыкновенным таким среднестатистическим человеком, но очень и очень гордым. Поэтому всякое своенравие, всякая, скажем так, самость Богом будет всегда попираться. Вот, поэтому он избирает людей, которые к своей гордыне как бы относятся критически. То есть у них такая более-менее адекватная самооценка, она не завышена у них. Что еще хочет Бог, избирая простых людей? Упразднить ценности этого мира. То есть сделать их бесполезными. И Богу в большинстве своем, если мы возьмем с вами Библию, всегда были нужны простые люди, чтобы совершать великие дела. То есть любого человека, если мы возьмем, он в принципе на самом деле прост, даже несмотря на свой статус какой-то, даже несмотря на свое положение в обществе. Он прост. С простым человеком приятно иметь дело. Бог любит простодушных, то есть людей открытых своим сердцем, людей неукавых, людей незлобных, людей незлопамятных, людей доверчивых. Таких любит Бог. Казалось бы, но таких людей проще обмануть, да, и такие люди более глупцы, более глупые, как бы кажется. На самом деле нет. То есть можно оставаться одновременно и человеком разумным, но и человеком простым. Вот это то, что Иисус скажет в примере о змее. Будьте мудры, как змея, и будьте просты, как голуби. Так вот, оставаясь простым человеком в своем сердце, то есть оставаясь открытым, не беря на себя большего, не беря на себя лишнего, мы можем рассчитывать на то, что Бог изберет и будет иметь с нами отношение. Незнатное и уничиженное избрал Бог. То есть все то, что безродно, ничтожно, презренно, казалось бы, для этого мира неинтересно и незначимо, и в этом мире не имеет никакого веса, Бог берет для того, чтобы через этого человека максимально проявить свою славу, свою силу и свое влияние в этом мире. И, знаете, как говорят, гораздо проще научить человека преданного, чем человека профессионального переучивать. Поэтому Богу потребуются всегда те люди, которые, может быть, меньше умеют, но больше хотят. Те, кто много чего умеет, он уже ничего не хочет. А те, кто ничего не умеет, он, бывает, хочет. И вот те, кто хочет, они всегда будут более Богу интересны. Интересны. Вы знаете, апостол Павел сказал в этом же послании очень интересные слова. Первое послание вот Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Он говорит следующее в эту церковь. «Поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». «Подражайте мне, как я Христу». Ну, подражать – это значит имитировать. То есть, вот имитация – это передача основных качеств, основных каких-то особенностей, через которые будет заметен тот объект, который вы имитируете. Вот Павел максимально в своей жизни уподобился Христу. Настолько сильно, что уже не я живу, как он скажет, но живет во мне Христос. И людям, которые не видели при жизни Христа, было доступно, было понятно и было, что называется, на примере показано, что значит жить жизнью Бога-человека. Вот настолько Павел ему уподобился. Ну, не каждый, наверное, или немногие даже, может сказать, сегодня могут так заявить, подражайте мне, как я Христу. Я вот не берусь так сказать, чтобы вы подражали мне. Вот, наверное, для этого нужно иметь какой-то определенный авторитет, определенный какой-то уже такой, скажем, возраст духовный. И самое главное, иметь близкие отношения со Христом, которые будут максимально проецироваться на тех людей, которые будут вокруг. Понимаете? То есть, чтобы не я уже это говорил, но чтобы люди замечали это. Но кто-то махнет рукой сейчас, скажет, ну и ладно, я не вырос и не вырос. Лилипут, лилипут. Все такие вокруг. Но Бог же всех любит. Вот такой у человека есть аргумент и оправдание. Бог же всех любит. Конечно, всех. Проблема в том, что мы не всех любим. И чем меньше я в своем духовном гости и развитии, тем меньше я кого-то люблю. Чем меньше я кого-то люблю. А особенно я не люблю тех, кто как-то выделяется и становится выше меня. И мне хочется этого человека поставить на свой уровень. Поэтому мы втыкаем ему палку в колеса. Мы пытаемся найти в этом человеке какие-то зацепки. Мы пытаемся его в чем-то обречить. И в общем мы пытаемся его опустить на тот уровень, на котором сами находимся. Наше духовное развитие в прямом смысле сказывается на нашей духовной дееспособности, на нашем довольстве, на нашей способности переносить и выдерживать различное жизненное давление. Вот о давлении скажу такой пример. Смотрите, в 60-м году прошлого века французские мореплаватели и исследователи решили погрузиться на дно Марианской впадины. Это самое глубокое место на нашей планете. И примерно глубина Марианской впадины составляет около 10-ти километров. Это очень глубоко. Ну вот представьте, вниз куда. Очень глубоко. С учетом того, что эта впадина заполнила водой, то создается такое колоссальное давление, которое не способен выдержать, ну так скажем, какой-то обычный подводный плавательный аппарат. Поэтому они создали такой батискав, который называется Трест. И на нем совершили это погружение. Батискав был способен выдержать давление 1 метрическая тонна на 1 квадратный сантиметр. Но это очень много. Для примера, мы не можем в своей жизни выдержать давление даже собственной ванной. Вот это так, если сказать, духовно. Не говоря уже о том, чтобы погружаться на какие-то глубины. То есть мы остаемся как дети с кругами с такими надувными на берегу. Не то чтобы нырнуть в Марианскую впадину и выдержать давление. А мы где-то плескаемся, в лучшем случае под душем, ваняем у себя на бережку. Вот такое давление мы еще как бы в состоянии выдержать. Когда чуть-чуть больше начинает на нас давить, у нас сразу закладывают уши. У нас сразу же повышается артериальное давление. И по сути мы сразу перестаем ходить в домашнюю группу, посещать собрания. Покидаем реабилитационный центр. Перестаем общаться с верующими. Отключаем их из контакта, из фейсбука. Все, мы всплываем. Понимаете? Вот. Всплываем. Почему? Потому что давление, которое оказывается на нас, оно слишком большое. Мы не выдерживаем. Не выдерживаем. Наш духовный рост, он сказывается вот на этих самых моментах жизненных. Вот. Давайте откроем с вами еще один текст. Вторая книга «Паралипоминон». Если вы следите за этими текстами, то можете открыть второе «Паралипоминон», 16 глава, 9 стих. А я бы хотел поделиться этим местописанием из современного перевода. Не из синодального, из современного перевода. Там интерпретированы эти слова, так скажем, более, наверное, более шире. Да, 16 глава, 9 стих. «В глазах Господа осматривают всю землю, ища людей, которые преданы Ему». Для чего он это делает? Чтобы он мог сделать этих людей сильными, написано в современном переводе. То есть Бог осматривает всю землю и ищет людей, которые преданы Ему. Для того, чтобы сделать этих людей сильными. И если ты испытываешь давление какое-то, и не можешь с этим справиться, но хочешь этому научиться, то Бог даст тебе силы. Если ты не хочешь этому научиться, Он не даст тебе силы. Условие, которое здесь обозначено, это преданность. Преданный человек обязательно будет благословлен Богом. Преданный человек станет сильным. Верному человеку Бог открывает больше, чем он рассчитывает, этот сам человек, и ожидает. Бог сделает сильным. Мы побеждаем не собственными заслугами, не собственными достижениями, способностями, навыками. Мы побеждаем чем? Как говорится, не духом, не силой и не войством, но духом Божьим. Силой Божьей это делает, понимаете? И даже я про себя скажу, что я всегда молюсь о том, чтобы моя проповедь и учение мое было не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлениях духа и силы. Чтобы не просто из меня, скажем так, во мне видели люди какого-то оратора, ритера такого, да, красно-речивого, способного увлечь слушающих, но чтобы было действие Духа Божьего, чтобы было действие сверхъестественной силы, его преобразующей человека внутри. Для чего? Чтобы сделать человека сильным. Чтобы сделать человека сильным. И вот именно простой, но верный человек в потенциале, в потенциале гораздо более успешный, чем человек, так скажем, гордый в своих навыках, в своих способностях, самодостаточный и своенравный. Но простой человек, смиряющийся под крепкую ногу Божью, человек, который осознающий свою цену, в своих глазах ничего не значащий, но в глазах Бога, кажущийся великим, он может многое и многое достигнуть. Преданность это такая добродетель, которая возникает только в стесненных, сложных обстоятельствах. Обязательно должны быть такие условия в жизни, когда эта преданность должна быть продемонстрирована. Сложно говорить, если я о верности и о преданности кому-то, если не было, знаете, альтернативы какой-то, если не было какого-то выбора, варианта поступить иначе. Вот сегодня различные, скажем, различные искушения есть, есть различные вызовы в этом мире, даже в церкви, даже внутри человеческого сердца. Но ты остаешься, несмотря на все эти вызовы, остаешься верным. Ты верным, верным кому? Богу, верным Его слову, верным церкви, верным семье, верным на работе, и ты обязательно будешь вознагражден. Остаться преданным, несмотря ни на какие проблемы, в которые вы приходили, это очень и очень большой труд. А еще больше труд быть верным, когда этого никто не замечает. Мы так устроены, что нам нужно все равно продемонстрировать как-то свои какие-то христианские навыки и способности. Нам нужно продемонстрировать свое христианство. Нам нужно вынести наружу те жемчужины, которые находятся в сокровище нашего сердца. Нам нужно похвастаться немножко ими, чтобы услышать похвалу некую от других людей, сказать, «Слушай, какой ты терпеливый человек, и тебе приятно это, так это льстит твоему самолюбию, что кто-то эту жемчужину заметил и оценил». Вы знаете, я хотел бы поговорить об одном человеке, добродетели которого не оценяли, веру которого никто не замечал, так скажем. Это Иосиф. Иосиф очень интересный такой герой библейский, обыкновенный простой мальчишка, примерно ему было около 17 лет, который довел своих родных братьев, вот этими, скажем так, ябедами и жалобами, да, папе, вот, довел их до белого коленя, что они его не только решили побить где-нибудь в одну пузить в углу, вот, а решили его даже убить. А потом смягчили свои сердца и просто, ну, решили на нем немножко заработать. Как говорится, нехорошие овцы хоть шерсти, вот, клочок, вот, поэтому продали они его в Египет, эту историю вы все знаете, да, об Иосифе, вот, и в результате 104-й Псалом скажет нам следующие слова. 104-й Псалом об Иосифе, вот, говорит следующие слова, 17-й стих. «Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». Вот в таком состоянии он прибыл в Шарм-эль-Шейх, вот так скажем. Ну, это шутка, конечно, вот, понимаете, то есть, ну, просто вы посещали Египет не в таком состоянии, вот, если посещали, вот, а он попал в Египет, ну, вот, как раб, раб, который бы не имел даже возможности съездить на Красное море и использовать какие-то возможности, там, да, вот, конечно, увидеть кораллы и разные другие блага, вот. Результат Иосиф остается один. Он жил в благодетной семье, он был любимцем своих родителей, своего отца, вот, и был отмечен, да, ему купили даже разноцветные фирменные одежды, наверное, от кутюра какого-нибудь, вот, в кутюре, вот, того времени, вот. И он, ну, был таким любимчиком, вот, наверное, где-то даже немножко своенравным, где-то гордым, вот. Но он остается один, обиженный, огорченный, разочарованный, закованный в цепи, как мы с вами прочитали. И вы знаете, вот такое состояние у Иосифа у меня вызывает искреннее сожаление, и я оправдываю его уже авансом, если бы он ожесточился. То есть человек, попадая в подобную ситуацию, в жизни, как правило, что делает? Ожесточается. Его сердце черствей. Он обижается на ближних, на церковь, на Бога, и уходит с радаров. Все, пропадает. Для чего ему нужно было бы ожесточиться? Для того, чтобы выжить. Представляете, он попадает в атмосферу языческую, так сказать. Да просто попадает в атмосферу, где он уже не любимчик в многодетной семье с достатком. А он уже просто среднестатистически простой раб, которого купили за деньги, и который должен работать вот на плантациях сельскохозяйственников. И все. Ему нужно выживать. Ему нужно свою жизнь как-то сохранить. Тут не о каких даже убеждениях, какая вера. Тебе нужно просто выжить банально. Банально выжить. Приспособиться. Люди это такие существа, они как хуже насекомых, которые жили иногда в домах. Люди приспосабливаются ко всем обстоятельствам. Ко всему. И к холоду, и к жаре, и к людям вокруг себя. Человек так устроен, что способен приспособиться. И вот для Иосифа возникла потрясающая возможность приспособиться. В том возрасте, в котором он туда попал, это сделать проще. Почему? Ну потому что еще он такой, скажем, был несформированный человек. Отличный. Несформированный. Это 17-18 лет только. В начале, так скажем, еще своих жизней он более инертный, более мягкий. Более такой податливый для внешнего влияния. И попадая во внешнее влияние, многие, знаете, в армию ушли. Были такими хорошими, с армией пришли. И после этого стали как все. Ну или там другие различные примеры можно приводить, как молодой человек был таким положительным, а потом в плохую компанию попал, и внешние обстоятельства на него так повлияли, что он изменился. На Иосифа тоже могли бы повлиять эти обстоятельства. А ему можно было бы, так скажем, простить его ожесточение, его приспособленчество можно было бы простить. Почему? Да никто не знал, кто он сам по себе. Его убеждения были никому не интересны. Иногда христианин попадает в такие компании, на такую работу, в такие обстоятельства, где он никого особо не удивляет своими убеждениями. То есть как бы его никто не интересуется этими убеждениями. И хочется стать таким, как все. Как есть такая история, знаете, про человека, который устроился в одну большую компанию, и потом приходит через какое-то время и просто спрашивает у него, ну как у тебя дела? Тот говорит, да все в порядке, никто не знает, что я верующий. То есть я стал таким, как все, и в принципе меня приняли за свои умы. Использовать любую возможность мог бы и Иосиф, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь. То есть в рабстве из нас никто не был, но, наверное, это все-таки минимум некомфортно человеку. И надо было бы выживать, поэтому и ожесточение, и приспособленчество, вот это все можно было бы ему простить. Вот христианство сегодня это вот такое, знаете, тоже как бы немножко состояние Иосифа, когда он попадает в рай, в Египет попадает. Вот, хорошо устроиться хотят все. Устроиться в своем бизнесе, устроиться в своей семье, устроиться в жизни, устроиться в своем внутреннем мире, устроиться в церкви и устроиться со своим Богом. Почему со своим? Потому что, ну, человек выбирает, скажем так, те качества, которые его на данный момент в Боге интересуют, и проецирует, так скажем, знаете так, образ Бога, вот, которого реально не существует, но он с таким Богом живет. Вот такого Бога верит. И приспосабливается в результате жизни. Вот, но, однако, скажу вам следующее, что если воспринимать церковь как тело Христа, то любой приспосабливающийся человек на теле Христа становится бородавкой. Бородавка. Знаете, что такое нарост, да, на теле? Неприятно. Ну, казалось бы, куда тело, туда и бородавка. Пользы никакой. Ковырнешь, иногда болит и кровоточит. Тело ходит и бородавка ходит. Вот. Бородавка часть тела? Ну, да. Ну, какая? Ну, так скажем, даже не народная, а потом она настолько прижилась. Вот. Такая уже стала родная, близкая. Многие люди в церкви превращаются в подобных бородавок. Вот. Бесполезных, приспосабливающихся. И вот, казалось бы, куда церковь, куда тело, туда и этот человек. И что, как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить его жалко. Пользы никакой. Поэтому, чтобы не быть бородавкой на теле Христа, нужно осознавать свое предназначение и осознавать то призвание, которое мы имеем во Христе. А это говорит о категориях годности и негодности. У Тимофея в послании есть такие слова, что нужно представить себя Богу сосудом благопотребным, годным владыке на всякое доброе дело. Годным. То есть, оказывается, есть и негодные люди. Ну, негодяи. Негодяи – это негодные люди. Вот. И негодный человек – это тот, которым Богу не то чтобы даже… Он не может иметь никакого дела. И задача там наша – стать годным. Гожусь ли я для определенной функции? Может ли Бог на меня рассчитывать? Или я приспособился? Или я ожесточился и оправдываю свое ожесточение? Или я пытаюсь в этой ситуации быть как все в жизни, ничем не выделяясь? И я забыл, что я свет и я соль? Что мое предназначение – осолять и освещать? Что мое предназначение – быть влиятельным человеком? Что мои убеждения – это не просто мои понятия и мои принципы, а это данные мне свыше? Каким стал 8 в итоге? Помните, чем закончилась его история? Великим, да. Его, знаете, как… Его часто приводят в пример. Я же не только в христианстве. И у Иосифа появилась приставка к имени. Какая? Иосиф какой? Дайте ему эпитет, определение. Иосиф какой? Милостивый его столет. Иосифа называют Иосиф милостивым. Есть такое абстрактное понятие, как милость, которое максимально реализовано было через личность человека Иосифа. Вот как жил Иосиф, вот так живет милостивый человек. Он стал милостивым-прощающим. Да? Иосиф – это кульминация, апогей способности человека к прощению. Вот до чего дошел Иосиф. Но таким можно стать только тогда, когда к тебе проявляют негативные отношения. Ты не можешь стать милостивым, ты не можешь стать прощающим, ты не можешь стать великодушным, когда просто сидишь дома где-то в уголке, и тебя никто не трогает. Ты иногда выходишь, чтобы никто не видел тебя, не посещаешь общественных мест, не общаешься с теми людьми, которые залезают тебе в душу, которые ковыряются у тебя в мыслях, которые пытаются нарушить твою гармонию внутреннюю, и ты кажешься себе таким новым, великодушным и добродетельным христианином. Не стать прощающим милостивым, пока не будет оказано против вас некое противодействие. Понимаете? Оказано некое противление. Когда не будут какие-то такие обстоятельства, ну, враждебные в какой-то мере. Я не говорю, что это там угроза жизни, я говорю, что угроза вашему самолюбию, угроза вашему я, и угроза вашему внутреннему статусу. Как еще называют Иосифа? Иосифа называют еще мудрым. Там определенные есть такие примеры, когда он проявил такую сверхъестественную мудрость в том, чтобы спасти не только свою собственную жизнь, но спасти и жизнь целого Египта, и той семьи, которая благодаря ему пришла Египет, и они спаслись там от голода. Так вот, стал таким мудрым, прощающим, милостивым Иосиф. Знаете почему? Потому что он не приспособился и не ожесточился, потому что Иосиф верил в такого Бога. Вот скажи мне, кто твой Бог, и я скажу, кто ты. Вот в какого Бога ты веришь, таким ты и будешь становиться. Иосиф верил в Бога милующего, прощающего, в Бога мудрого, в Бога всесильного, в Бога любящего. И вот эти отношения, у него Библии даже не было, у Иосифа. Еще Библию никто не писал. Еще только потом Моисей ее напишет, через несколько столетий. У Иосифа было просто некое откровение, полученное от отца, и личные переживания Бога внутри себя. Вот и все. Он не написал ни единой строчки, не оставил после себя каких-то посланий, но он оставил после себя свою жизнь. Как пример. Мудрости, прощения и милости. Вот так. Поэтому что Иосиф верил в правильного Бога, и остался ему верным. И в результате Бог через Иосифа посрамил, как мы читали с вами, чтобы посрамить незнатное, немудрое. И через Иосифа Бог посрамил обиду, посрамил месть, разочарование, одиночество. Все вот эти состояния, которые возникают в человеке в результате враждебного к нему отношения, в Иосифе они были посрамлены. Почему? Потому что Иосиф остался с Богом. Он не приспособился, Он не стал таким, как все, Он не ожесточил своего сердца. Но в этом же 104-м псалме мы видим с вами, что прежде этих побед написано, доколе исполнилось Слово Его, Слово Господне испытало Его. И до этих побед мы видим, что Слово Божье, оно действительно испытывало Иосифа. Вот и сегодня продолжается это испытание. Каждому простому человеку, призванному Богом, необходимо пройти некий тест-драйв. То есть в жизни человека будут такие обстоятельства, может быть вас не продадут в рабство, но что-то будет, скажем, вокруг вас сформироваться, отношения какие-то, появляются какие-то люди, в результате чего вы будете внутри себя иметь искушение обидеться, начать мстить, разочароваться, впасть в одиночество. И если вы не зацепитесь за Слово, и если вы не будете держаться за Бога, то, соответственно, можно стать такими, как люди вокруг нас, и ничем от них не отличаться. Еще один пример, который я хотел бы рассмотреть. Мы с Максимом говорили о Гидеоне, просто вот эти дни. Я хотел бы его тоже включить. Так, немножко Максим делился со мной своими мыслями по поводу этого библейского героя. И Гидеон будет тут тоже использован к месту. Почему? Потому что мы все знаем, каким Гидеон стал, но мы не все помним, каким он был. Мы иногда видим человека, который стоит здесь, или находится, как бы, вот, скажем, на неком пьедестаре нашего уважения и нашего авторитета. Но мы не помним, каким он был. А это очень важно. Важно знать вот этот весь отрезок пути, когда человек начинает отталкиваться от самого дна, от дна того точила, в котором Гидеон что делал? Пшеницу. Да, он не толок виноград. А он, как это скажем, он шелушил эту пшеницу. Почему? Да потому что в тот период, когда это происходило, израильтяне жили под нашествием мадианитян, которые приходили, такие кочевники, со своими стадами, и стада вытапкивали все посевы израильтян. И вот Гидеон, он спрятался в этом точиле, нашел это место, место, которое было не предназначено как раз для того, чем он занимался, но он там спрятался, и вот с этого дна точила, и начинается великий путь Гидеона. Израильтяне находились в таком патовом состоянии, вот они находились под излиянием Божьего гнева, и Божий гнев на них был, выражался в том, что приходили языческие эти народы, и постоянно там их как бы третировали. Вот. Сегодня люди тоже платят дань. Вот раньше израильтяне платили дань тем, кто их порабощал, порабощал, сегодня мы также платим дань своим временем, своими ресурсами. Вот. Платим этому миру, платим каким-то неверным взаимоотношениям, платим своему эгоизму, своим похотям, своим страстям, и как нищали и израильтяне, так и люди сегодня нищают духовно и интеллектуально. Почему? А потому что силы все, все ресурсы уходят не туда. И каждый в глубине души, знаете что? Ждет Гедеона. Что кто-то придет, и кто-то должен сделать в вашей жизни что-то великое. Но! Откуда должен был прийти Гедеон? Да Гедеон должен прийти из твоего сердца. Ты и должен стать Гедеоном в собственной жизни. Мы сегодня, так же, как и Гедеон, тогда давным-давно, сидим, прячемся, и тихо каждый делает свое дело. В русском языке есть такое выражение «каждый свою копну молотит». Вот это подходит. То есть каждый забился в свой уголок, закрылся в своем кабинете, ремонтирует свою квартирку, возделывает свой огородик, едет в свой отпуск, воспитывает своих детей. В общем, я, мне, мое. Только бы устроить свою личную жизнь. То есть занимаемся чем-то своим. Греховным? Ну, человек скажет, да нет, ну, Гедеон тоже не занимался греховным делом. Вот, но Гедеон, в отличие от многих из нас, услышал Божий призыв. Вот, может быть, даже вот через такой мегафон, да. Итак, он услышал Божий призыв и правильно на него отреагировал. Сегодня же, когда мы слышим Божий призыв в свое сердце, слышим через уста пастора, служителя, своего брата или сестры в церкви, вот, да, разные есть хамалы, через которые Бог достигает человеческого сердца, мы отвечаем Богу, только не я, Господи, должен быть этим Гедеоном. Гедеоном должен быть кто-то другой. Проблема у нас с самооценкой духовной. Мы все думаем, что мы, ну, вот, лилипутами должны оставаться до конца своих дней, и только есть несколько гигантов духовных, которые этих лилипутов всех в Царство Небесное и приведут. Но, однако, если мы с вами посмотрим на 6 главе книги Судей про историю с Гедеоном, то мы увидим с вами следующее. В 12 стихе мы увидим то, как обращается Бог к Гедеону. Смотрите, Господь с тобою, муж сильный, называет его Бог. То есть обращение к человеку, который сидит на дне Тачила, Тачила прячется там с заниженной самооценкой, Бог уже называет его каким-то? Называет его мужем сильным. И далее мы с вами читаем, и далее мы с вами читаем, могучим воином называет его еще Бог в этом же самом отрывке муж сильный или могучий воин, да, или могучий воин. Но интересно, что Гедеон еще ничего не сделал. Еще он не совершил своего подвига. Он еще не освободил Израиль. То есть вот этот эпитет, вот это определение, оно как бы авансом дается от Бога. И вы знаете, мы многое в своей жизни получаем авансом от Бога. И Бог уже видит в нас тот потенциал и видит те возможности, которые скрыты даже от нашего собственного глаза. Еще Гедеон даже не вылез из своего тачила. Он еще даже не встал со своего дивана. Не вышел из своего автомобиля. Но Бог уже назвал его мужем сильным, да, могучим воином. Это слово, которое я вот сейчас увижу для себя, оно переводится с иврита, вот, как сильный муж, муж или воин. То есть вот тот человек, который должен совершить этот подвиг, которому он даже сам еще не был готов. Итак, Гедеон находится еще только на старте своей жизни, на старте своей карьеры, но Бог уже к нему относится как к великому человеку. Он еще ничего не сделал. Многие из нас еще ничего не сделали, и казалось бы, в собственных глазах мы ничего из себя не представляем. Но Бог к нам уже относится как к людям, каким великим. Почему? Потому что мы во Христе. Статус человека, верующего во Христе, дает ему право рассчитывать на великие дела, которые он будет совершать с Богом. Но мы думаем, да какой же я великий? Вот если люди там, которые показывают по интернету или рассказывают в историях, а на самом деле это такой комплекс Гедеона. Не важно, где Бог вас нашел, но важно, кем Бог вас назвал. То есть это очень важно знать, кем вас назвал Бог. Как к вам обращается он. И если мы посмотрим с вами на другие примеры, так вкратце, это и Иеремия, и Руфь, и Давид. Это люди, которых Бог поднял с самого, что называется, низа. Он поднял их с самого низа, и он поднял их с той целью, чтобы они стали великими при его участии. Чтобы люди, видя их великие дела, поняли бы, что эти люди действительно были искренне верующими и близкими к Богу. Потому что кроме Бога человека так поднять никто не может. Итак, нуждается ли Бог в простых людях? Безусловно. Для чего? Для того, чтобы сделать этих людей сильными. Для того, чтобы сделать этих людей великими. И смотрите, какая еще интересная, уже мы будем с вами заканчивать, какая еще интересная история с самим Богом, с самим Христом. Две тысячи лет назад Бог предпочел родиться у простых людей. Это были Иосиф и Мария. Это были простые люди. Люди, которые были минимально социально засыщены. То есть у них не было ни страховки, у них не было даже, наверное, собственного жилья. Иосиф был обыкновенный плотник, человек, работающий своими руками. И самое интересное, что Иосиф, который принял решение взять Марину беременной, в своей жизни так и не увидел результатов решения. Не увидел. Он же, если мы читаем Евангелие, Иосиф умирает до того, когда Иисус вступает в служение. Все. Мы не видим больше Иосифа. Но Иосиф берет ответственность за эту девушку, за ребенка, который находится в ней, и остается человеком простым, но верным до самого конца. И мы многого не знаем об Иосифе, но мы понимаем, что без Иосифа и Рождеству было бы под вопросом. Да? Мы понимаем, что без Иосифа и детство, и юность, и взросление Бога-человека было бы также под вопросом. Так вот, Бог избрал родиться не у знатных людей, не у мудрых людей, и пришел в этот мир через коровник, через задний вход, а не через центральные ворота. Пришел он в этот мир через простых людей. Его взяли в руки люди, которые работали руками, мозолистые руки, руки, которые были, может быть, не совсем чистые, и он родился в коровнике, он родился в том месте, в котором, ну, наверное, никто не хочет родиться. Парадоксально, но Богу понадобились обыкновенные и простые люди, чтобы появиться на этот белый свет, чтобы находиться на их руках, зависеть от их любви, заботы, благосклонности, и в этом мы видим с вами преданность, праведность Иосифа, Марии, и как они были через это благословлены. Но самое ключевое вообще в этом во всем, о чем я говорю сегодня, в том, что Бог, о котором я сейчас говорю, также прошел жизнь обыкновенного человека. И написано о нем, не было в нем ни вида, ни величия. Вот просто один из не выделялся, не выделялся ничем, полностью понеся на себе все немощи, и понеся на себе все горести человеческой жизни, максимально отождествившись с человеческим родом, став таким простым, обыкновенным, родился в простой семье у простых родителей, и начал свою жизнь от кормушки в коровнике, и закончил свою жизнь на кресте, как раб, как разбойник. Он не был велик от рождения. Волхвы пришли, поклонились эпизодически, мама понимала что-то, но для большинства людей великим он не был, потому что даже братья говорили ему, ты, ну, наверное, не в себе, помните такие эпизоды? Они не считали его тем, кем считаем уже сейчас его мы. Его презирали, он был беден, дружил с пьяницами и проститутками, его считали одержимым и сумасшедшим, и его биография это хроника жизни нищего человека. Он сказал, у меня ничего нет, даже птицы имеют гнезда и лисы имеют норы, у меня ничего нет, его казнь и его смерть это финал преступника и к разбойникам причкин. Вот такой вот успех в кавычках. Однако его верность и его преданность были вознаграждены. И если мы читаем с вами продолжение истории, то в книге Деяний написаны следующие слова во второй главе. Что апостол Петр будет проповедовать и будет говорить, что твердо знай весь дом Израиля, что Бог сделал Господом и Мессией этого Иисуса, которого вы распяли. А за что? А за то, что он был послушен до смерти и смерти крестной, потерпев на себе это все, понеся на себе это все по сравнению в результате, получив имя превыше всякого имени и что? Пред ним приклонится всякое колено земных, небесных и преисподних. Так вот, еще раз, с то, что мы начали. Великими люди не рождаются, но великими они становятся, когда они верят в великого Бога. Поэтому я ободряю вас, чтобы вы продолжали верить в великого Бога, который ради вас стал простым человеком, чтобы вы простые люди стали подобны Ему и продолжали торжествовать во Христе. Аминь. Аминь.